МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средства получат и действующие, и начинающие предприниматели, работающие в сферах обрабатывающей промышленности, транспорта и образования. Премьер-министр страны Алихан Смаилов отметил, исключили 9 тысяч излишних требований к бизнесменам. Еще около тысячи уберут при разработке нового законопроекта. Сервисную модель налогообложения глава правительства поручил внедрить как можно скорее. Для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса требуется обеспечить переход на сервисную модель налогообложения. В частности, Министерству нацэкономики поручено пересмотреть подходы в администрировании налога на добавленную стоимость для сокращения сроков его возврата. Следует также ускорить проработку норм для стимулирования новых проектов в обрабатывающей промышленности с отменой отдельных налогов на три года. Кроме того, необходимо оптимизировать количество налогов на 20%, а форм налоговой отчетности на 30%. Больше двух триллионов тенге потребуется на реализацию концепции развития системы управления водными ресурсами. Об этом сообщил глава профильного ведомства Нуржан Нуржигитов. Сегодня он презентовал проект документа на заседании правительства. Средства необходимы для модернизации имеющихся водных объектов, цифровизации и других мероприятий. По слову министра, в стране более 400 водохранилищ. Многие из них не ремонтировали десятки лет. Сегодня они являются объектами повышенной опасности, поэтому находятся на постоянном контроле ведомства, заявил Нуржигитов. В этом году на обследование водохранилищ уже выделено почти полтора миллиарда тенге. Мы провели полностью инвентаризацию водохозяйственных сооружений, в том числе водохранилищ. На проведение всех работ, которые мы согласовали с местными исполнителями, это не только водохранилищ, это ирригационная система, это цифровизация, это водозаберегающие технологии. Требуется порядка двух триллионов тенге. Министерство и местные исполнительные органы ежегодно проводят многофакторное обследование водохранилищ и потом по результату многофакторного обследования составляют декларацию безопасности водохранилищ. В поселке Ботагара Карагандинской области создали комиссию по оценке ущерба пострадавшим жителям. Напомню, минувшей ночью в жилом доме взорвался газовый баллон. Погибли два человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Марина Золотарева с подробностями. Щекеру Алиева живет по соседству с квартирой, где произошел взрыв этой ночью. Она показывает на свисающую над головой потолочную плиту и говорит, что сегодня смерть прошла совсем рядом с ней. Уже когда спать ложилась, такой хлопок и прямо у вас ничего не видно. А этот потолок упал прямо мне на голову, вот так, весной из косяк. Я успела соскочить, темно, ничего не вижу. Нашла кое-что, одела и начала орать через форточку. Потом тут пожарные приехали, они меня вытащили. Спасатели разбирали завалы на протяжении всей ночи. Они вытащили из-под обломков семь человек. Муж с женой с первого этажа погибли. Среди пострадавших двое взрослых мужчин и трое несовершеннолетних. И если два ребенка отделались испугом и незначительными травмами, их отпустили домой практически сразу после осмотра, то третьего на реанимобиле доставили в Караганду. Сейчас он в реанимации областной детской больницы. Состояние еще двух пациентов вызывает серьезные опасения медиков. Он пострадавший получил 80% ожога. Состояние тяжелое, можно сказать, крайне тяжелое, комбинированная травма у него. У второго пациента 26% ожога. Состояние тяжелое, но стабильное. Находится с высотной комбинированной травмой. Именно эти мужчины были в самом эпицентре взрыва. Они находились в квартире в качестве наемных рабочих. Как пояснил хозяин квартиры, где случилась трагедия, там никто не проживал и проводились ремонтные работы. По предварительной версии сотрудников ДЧС, они принесли баллон из холода в теплое помещение и, возможно, поставили его у печки. В результате чего и возник взрыв. Сносить или не сносить. Судьбу пострадавшего дома определяют специалисты. Также в Батакаре создали комиссию по оценке ущерба пострадавшим жителям. Сами будем помогать всеми возможными способами. Как решение экспертизы будет по этому решению. Если этот дом, они скажут, что к восстановлению не подлежит, тогда дальше будем уже думать о строительстве домов. По факту чрезвычайного происшествия со смертельным исходом возбудили уголовное дело. Рабочая версия дознавателей – взрыв 27-литрового баллона с пропаном произошел из-за неправильной эксплуатации. Марина Золотарева, Сайран Акомбаев, Зарина Зубыхар, Крагандинская область, 24КИЗ. Продолжаем выпуск. Больше 9,5 миллиардов тенге вложили в обновление объектов тепло- и водоснабжения на востоке Казахстана. Это результат внедрения программы «Тариф в обмен на инвестиции». По словам специалистов, проект доказал свою эффективность. Подробности у Анели Сенбердиной. Шимонайхинский район на востоке страны – один из самых развитых в плане коммунальной инфраструктуры. В самом городе исправно работают и сети водоснабжения, и тепловые. Но так было не всегда. В 2009 году обанкротилось предприятие, которое поставляло все эти блага цивилизации населению. Жительница Шимонайхи Наталья Двинских вспоминает, что тогда опознали все сложности проживания в многоквартирных домах. В 2015 году власти района сумели договориться с крупным промышленным предприятием. Передали ему и бесхозные сети, и котельные. А в обмен на повышение тарифов начали получать качественные услуги. Тарифы были значительно увеличены, порядка 60-70% в то время. Но основную нагрузку по тарифообразованию взяли на себя крупные промышленные предприятия. А для населения тарифы не сильно были увеличены, порядка 15%. Сейчас по этому пути идут уже по всей стране. После коммунальных коллапсов в Ридере и Кибастузе с прошлого года снова действует программа «Тариф в обмен на инвестиции». К примеру, восточно-казахстанцы в среднем на 10% стали больше платить за тепло, воду, электричество. Но есть и результаты. Было привлечено дополнительно 9,6 миллиардов тенге, в том числе 6 миллиардов это на объекты теплоснабжения, то есть ТЭЦы, котельные и сети теплоснабжения. Износ станций, если у нас составлял 67%, то по итогам года мы снизили до 62%. И работа в этом направлении продолжится дальше. Главное, чтобы и сами жители следили за своим имуществом, говорят эксперты. Ведь государство отвечает только за сети, которые проведены к домам, а порядок внутри – задачи собственников и обслуживающих компаний. Конечно, это сложно, потому что не все платят, долгов очень много. Но мы стараемся, какие деньги есть, мы летом стараемся всегда и каждый год ремонт делаем. Какие необходимы трубы, краны, все мы меняем. В целом же по области сейчас износ сетей тоже упал с 65% до 62% в среднем. Но главное, благодаря программе «Тариф в обмен на инвестиции» удалось поднять зарплаты коммунальщикам. Сразу 4,5 тысячи человек ощутили рост доходов. А это поможет справиться с еще одной проблемой сферы – дефицитом кадра. Анна Лисенберг, Грибопаканов, Восточно-Казахстанская область, 24 КИЗ. Пенсионные накопления казахстанцев планируют направить на обновление ЖД-парка. Об этом в правительстве сообщил министр нацэкономики Альбек Куантыров. В планах закупить пассажирские и грузовые вагоны. Поставлять их будут отечественные компании. Таким образом деньги будут работать на экономику страны, заверил глава ведомства. Это поможет реализовывать инфраструктурные проекты, в частности по закупу пассажирских и грузовых вагонов, которые очень сильно необходимы. Там у нас 70% изношенность грузовых и пассажирских вагонов. Причем это будут делаться, точнее вагоны, они все, отечественные поставщики их будут поставлять. Соответственно деньги будут оставаться в экономике, крутиться в экономике. Здесь эффект, он такой многослойный и большой в целом для экономики. Рабочие места будут создаваться и так далее. Необычный благотворительный проект организовали в Астана-Опера. Представители театра отобрали сотни детей по всей стране, в том числе воспитанников детдомов, и пригласили их в столицу. Для счастливчиков подготовили множество увлекательных сюрпризов. Уроки актерского мастерства, спектаклей и экскурсии по городу. Реализовали идею по поручению Министерства культуры и информации. Подробности у наших корреспондентов. Оказаться за кулисами большого театра, увидеть как на сцене выставляют декорации, а профессиональные актеры готовятся к постановке – мечта, пожалуй, каждого ребенка. Благотворительный проект помог исполнить ее сотням детей по всей стране, в их числе воспитанники детдомов. Все расходы на проезд школьников, их проживание и питание взяла на себя компания ERG. В театре Астана-Опера говорят, что таким образом хотят помочь детям раскрыть творческие таланты. Поддержка творческого развития сильно влияет на восприятие мира и открывает новые горизонты для одаренных детей. И, конечно же, наша цель – дать шанс каждому талантливому ребенку почувствовать волшебство искусства и получить возможность развить свой творческий потенциал. В течение нескольких дней дети посещали театральные уроки и мастер-классы, встречались с представителями творческого коллектива и побывали на представлении. А еще школьникам организовали экскурсию по Астане. В Национальном музее и Океанариуме многие из них оказались впервые. Нам бы очень хотелось привлечь внимание казахстанских компаний, которые бы смогли поддержать проект. Для этого мы создали специальный QR-код, разместили его на официальном сайте Астана Опера. Участники проекта снялись и в часовом документальном фильме, который рассказывает о важности культурного просвещения и поддержки детей из регионов. Рауль Габитов, 24КЗ. И на этом пока все. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok